Вы сами первые узнаете, но я не расстанусь, надеюсь. Мне кажется, что у нас очень серьезные, здоровые, адекватные отношения, которые приведут к семье. Что кушать будешь? Я уже съела чуть-чуть бургера, но я его не съела вообще половинку. Ты чего такая красивая? Ой, Саша, спасибо! Спасибо! Саша, я думаю, может погуляем после твоего этого, лекции твоей. У меня сегодня, грубо говоря, последний день. Можем пойти куда-то погулять. 20-30, ну если тебе не лень. 20-30 ты освободишься, я могу подъехать туда, где у тебя вот эта тема эта. Гормональные они сразу действуют, месяца через три, когда организм адаптируется. Ну вот посмотрим через время, что и как будет. Как новоринг, но меня тошнит от новоринга, меня подташнивает, очень укачивает. Можешь в третьем... Ты говорила, в 20-30! Ты умеешь готовить? Да. Желаю вам удачи в макияже, мне кажется, это прям ваше спасибо. Хочешь детей? Пока нет. Такая у меня другое. Не надо позже начинать, начни раньше, раньше закончи. Ну я смогу, давай пошли. Пофиг на мой режим, я его нарушаю несколько дней. Ребятки, реально в Питере у меня сбился мой режим, я не ложусь в 11 спать. Я планирую еще посещать курсы, конечно же, это развитие, это очень круто. Ко мне уже хотят моделькой мои знакомые. Как закончить токсичные отношения? Уже год как расстались, мы все равно продолжаем общаться. Прекратить общаться? Зачем тебе это общение? Я уверена, что оно тебе не приносит ничего полезного. Я хочу еще сходить отучиться на макияж свадебный, потому что это хорошо оплачивается, и это очень востребовано. Вот скажите, у вас все с башкой нормально задавать одни и те же вопросы? Если я не отвечаю на них, я не отвечу. Хватит. Как забыть бывшего? Просто взять и не думать о нем. Свадебный макияж, это немножко другой макияж. Это очень стойкий макияж, это очень такой день. Классный. У меня, кстати, есть диплом на прическе, но мне надо снова идти отучиться на них. Но у меня есть он. Я прошла обучение на прическе. Кстати, я участвовала в конкурсе, где я заняла с свадебной прической второе место. Где фотографии обрабатываешь? Фейстюн. Фейсап. Конечно же, просто это не используется как-то, как некоторые инстателки. В фейсапе есть очень крутые фильтры, которые не меняют твоего лица, просто делают там кожу гладкой, вот такое вот. Я удаляю татуировку на руке. Это больно, нереально больно. 18-го числа я пойду на другой лазер. Вот, и я вам все расскажу, конечно же. Кто расстается по несколько раз? Есть ли у них будущее? Я не знаю, в зависимости от того, какие это расставания. Как по мне, людям, если хорошо, они не расстаются. Вот мне с Сережей хорошо, мы ни разу не расставались за 5 месяцев. Я знакома с папой Сережи, с мамой не знаком, потому что она живет в Беларуси. Покажи, ты ту, которую удаляешь. Вот она. Ой. Да ты видела немало, но нашла мне по глазам. Твой тело – это скандал, и мы делим его пополам. как таких дебилов земля носит, я не понимаю. Я не знаю про Гуар ничего, ребята. Я не ее смм-менеджер, я не ее ученицы. Я купила ее курс, и я его не смотрела. Посмотрела 2-3 видео, и все, мне неинтересно. Мне нравятся другие макияжи. Это просто другая техника. Я правша. Ты принципиально не отвечаешь на большинство вопросов. Я не отвечаю на тупые вопросы, которые задают по 20 раз одни и те же. Как зрение после коррекции? А, отлично. Это самая лучшая операция. У меня их было только 2. Которую я делала. Я советую всем, всем, у кого плохое зрение, если у вас есть возможность скорректировать его, вы ни разу не пожалеете. Я делала и ботокс, и кератин на волосы. Больше не делаю. Это только портит волосы. Поэтому не слушайте мастеров, которые говорят, что это помогает, запечатывает. Ну, если вы готовы портить волосы осознанно, делайте. А так, типа, не советую. Твой любимый цвет? Бежевый. Когда захочешь родить, зрение не упадет снова. А почему оно должно упасть? Зачем мне переделывать брови? Почему портит волосы? Потому что тебе волосы запечатывают химию. Тебя волосы полностью высушивают. Ты представь, по мокрым волосам водят плойкой. Какое у тебя было зрение до операции? До операции я думала, что у меня зрение минус 3,75, а оказалось, что у меня минус 4,5. Удачи во всех начинаниях. Спасибо. Я не знаю, у кого что упало во время родов. Когда я буду рожать, я обязательно вам расскажу, упало у меня зрение или нет. Дыня или арбуз? Дыня. Мне арбуз не очень нравится. Мне подруга сделала кератин, и я очень пожалела. Есть что посоветовать для блонда. Для блонды такой же уход, как и за другими цветами волос. Просто очень хорошее увлажнение. Шампунями вот этими цветными, синими нельзя пользоваться. В них содержится алкоголь, и он очень сильно сушит волос. Ни разу не красиво волосы. Стоит ли? Ходи со своим натуральным цветом. Зачем тебе это? Димасик, у меня очень вкусные. Пальчики на ногах, но тебе они не достанутся. Ты милая, спасибо. Открывай салон, буду к тебе ходить. Круть. Что-то сегодня всех задерживают в Питере. То Хованского, теперь Ларина. Смотрю, у меня сверху новости приходят. Прилетай в Крым. Да, я бы очень хотела туда. По совету хороший шампунь и бальзам. Я лично пользуюсь шампунями и бальзамами от Леката. Я купила себе люкс, уход тоже, керастаз. Ну, такое же, как Леката, честно. Меня в лагере Миле называли. Посоветуй от пятен после прочей. Я не знаю, у меня такого не было, поэтому я не знаю, что советовать. В какой клинике делать операционное зрение? У меня в актуальном сохранено. Я не в Сочи. Ты бы очень хотела в Крыму, причем проблема. Денег нет? Да, я бомж. Отдал же денег, пожалуйста. Что дома сидишь? Я все дни гуляла, я хочу дома посидеть. Устала капец. С самого утра я хожу на учебу. Скучаешь по Сереже? Конечно. Но завтра мы уже увидимся. Завтра после обучения сразу на самолет. Сердер крутой была на макияже у него. Он просто бомба, да. Белые шорты я купила в Заре. Я выставляла в сторис это. Тебе нравится твое имя? Обычное? Я не ношу ночные капы для зубов. Я знаю, что надо. Но у меня стояет ртейнер, поэтому я не переживаю. Я видел немало. Я нашел у тебя по глазам. Твой взгляд, это маяк. Я не сказала, что я буду брови красить так, как мне показали на обучении. Я буду красить своим клиентам брови так, как правильно. Себе я брови не крашу. У меня перманент. Когда я буду делать макияж себе, я накрашу обязательно. Не пой, боже, а ты сходи, пожалуйста. У меня не приходит уведомление о том, что ты в эфире. Потому что я тут давно уже. Поэтому не пришло. Причем тут злая? Вы, ну, вот типа тупые. Если вы не заметили, я всю жизнь так разговариваю. Это тембр и манера общения. Тембр голоса и манера общения. Я так всегда, всю жизнь разговариваю. Это не обозначает, что я злюсь. Или мне грустно, или мне обидно, или я счастлива. Это обычный мой голос. Как ник правильно читается? Ба в типсе. О чем мечтаешь? У меня нет такой прям мечты. Я не собираюсь быть милее. Я не собираюсь менять свой голос. Вы тупые. В смысле менять? Будь милее. Как я могу менять тембр голоса? Я так живу. Мне все равно, как звучит. Если не нравится, вы можете спокойно не слушать. Вы не живете со мной. Я не ваш начальник. Я не ваша дочка. Я не ваш половой партнер. Поэтому угомонитесь. Какие имена тебе нравятся? Я хочу дочку назвать Габриэла. Конечно, много всего интересного и полезного я получила на обучение. Какой твой любимый фрукт? На самом деле у меня нет любимого фрукта. Это, наверное, плохо. Какие мужские имена нравятся? Тимур. Красивое имя. Габриэла из сериала, которая... Не, у меня так подружку в Эстонии звали. Габи. Габриэла. А ты, Марина, иди нахуй. Вот извините, я буду матом говорить. Иди нахуй просто. Надоели. Почему я должна что-то хавать? Нет, я не буду хавать. Как английский. Английский нормально. Только я не делала ни одно из домашних заданий, которые мне задали, потому что у меня бумажки дома. Я хожу на лазерную... На лазер хожу. Извините, я там зачиталась. Твои любимые сериалы, рассказ служанки, бумажный дом, в ее глазах, отчаянные домохозяйки. Я вадолей по знаку зодиака. Короче, ладненько, ребятки. Я должна там на сообщения отвечать. Я уже полчаса с вами тут. Поэтому всем пока.